Эффективная численность популяции. Вот эти вот N-ы, это шарики в банке. Все, мне еще три минуты. Это шарики в банке. Отношение к тому, сколько людей сидит в зале или живет в Новосибирске, оно имеет, но опосредованное. Мы переводим людей перекрывающихся поколений, выбор партнера, где-то гаремы еще есть, где-то инбридинг. Мы переводим в эти шарики. Эффективный размер выборки. Можно показать, что, например, предполагая разные структуры скречиваний, вот это N-E эффективное. Вот, например, есть и пола есть. У многих видов есть пол. И только между полами происходит рождение детей. Значит, то наличие полов превращает численности мальчиков в девочек. Они могут быть неравны. И вот такая штука. Но при условии панмиксии. Они панмиксные, у них только пола есть. К шарикам добавились только то, что факт, что мальчик с мальчиком не порождает потомство. Девочка с девочкой не порождает. Вот структура такая. Больше ничего не забавилось. Тогда вот такая штука. А вот еще есть вещь такая, что я так человеку имею непосредственно отношение. Мы экспоненциально расширяемся. У нас 7 миллиардов. У нас не было столько. У нас было гораздо меньше. Мы экспоненциально расширились. Эффективная численность экспоненциально расширяющей популяции бесполых организмов. Мы только одним фактором. Можно показать. Единица на НЕ равно Единица на Т по числу поколений. В каждом поколении у меня Н и Т. Н1, Н2 и так далее. Единица на Н1 плюс Единица на Н2. Это единственно НТ. Заметьте, это очень важно. Если у меня вот здесь безумное число 7 миллиардов, доминировать над вот этой штукой НЕ будет член с минимальным Н. Поэтому эффективный размер популяции человека гораздо меньше, чем 7 миллиардов. Потому что мы через горлышки прошли. И когда популяция расширяется, 7 миллиардов, если там 100 поколений назад было 50, будет порядка 50, а не 7 миллиардов. Ну, это я утрирую, я не про человека говорю. У человека тысячами изменяется. Вот. Ну, 10 тысяч, например, такая цифра есть. Смотря, как оценивать. Так. Ну, собственно, наверное, это самое интересное.